Привет, дорогие друзья! Я снова с вами Замберус! Новостной выпуск неожиданно для всех! Пытаюсь встать на рельсы какого-то определенного расписания и теперь по воскресеньям у нас будут выходить новостные выпуски. Это такой легенький разгон. Если вы рады видеть новостной выпуск, обязательно ставьте лайки. Ну и накидывайте какие-нибудь новости интересные в комментарии в телеграм-канале, допустим. Вы знали, что компания MSI решила подкармливать в такое тяжелое время блогеров? В общем, компания MSI мне прислала суперострую лапшу. И я придумал прикольную идею. А давайте мы сделаем ответы на вопросы в стиле шоу Hot Ones. Поэтому залетайте по ссылочке в описании в телеграм-канал. Там я сделал специальный постик, где буду собирать вопросики. И там же выйдет ролик, где я буду поедая эту лапшу через боль, страдания, огонь во рту, слюни и слезы отвечать на ваши вопросы. Я думаю, это интересно получится. Ну и давайте без лишних слов начинать новостной выпуск. Первая новость, которая меня зацепила, это, конечно же, новый анонс от компании LEGO. LEGO 2K Drive. Боже, пацаны, если вы фанаты LEGO Island или LEGO Racers, то эта игра тупо для вас. Представьте, они просто взяли идею Forza Horizon, немножко намешали там Mario Kart, и добавили капельку, капельку, прям маленькую капельку за Crew 2. Потому что там у нас будут и катера, и автомобили, и всякие квадрики. И я очень рад, потому что я большой фанат разнообразных рейсингов, особенно аркадных рейсингов. По моей футболочке видно, что я большой фанат автомобилей. Божественная Toyota! Toyota! И в последнее время, на самом деле, с гонками происходят очень грустные и печальные новости. Никакие гонки уже не радуют. Forza Horizon 5, ну, если честно, меня очень сильно обломало по той причине, что, ну, она скучная. Она похожа на тройку, она похожа на четверку. Анонсированное недавно дополнение Rally Adventures, это вообще омаш на дополнение к первому Horizon, где тоже были просто ралли. Мы, конечно, на следующей неделе обязательно постримим выход дополнения, но в целом оно не радует. Ни как наполнением, ни тем, что мы получим в лице, там, новой карты. А вот LEGO 2K Drive довольно интересная концептуальная штука, потому что в стиле LEGO Racers, того самого древнего, вы сможете собирать свои собственные тачки, используя около тысячи уникальных деталей, как говорят разработчики. При этом на каждую тачку у нас, по-моему, 350 слотов под детали. И вот у меня один вопрос. А я смогу собрать вот эту красавицу или нет? Вроде используются стандартные детали LEGO. Возможно, конечно, подобные тачки у нас будут появляться в каких-то обновлениях, но я очень жду эту игру. В игре у нас будет присутствовать сюжетная кампания, разнообразные миссии в стиле того же Horizon, то есть там будет какая-то задача, шоу-кейс, что надо толкнуть гигантское яйцо в гигантскую сковородку с помощью своего автомобиля. Разнообразный дрифт, челленджи с элементами Джим Хана и так далее. Игра будет выходить на всех платформах, которые сейчас актуальны. Это Xbox Sex, PS5, PS4, Xbox One, Switch, ну и, конечно же, ПК. Выйдет она 19 мая. Реально, рейсингов мало. Надежд на новый тест-драйв Unlimited у меня нет. На новый The Crew у меня тоже нет, потому что первая и вторая часть тащили только за счет того, что там была огромная локация. Ну а все остальное было реализовано на очень плохом уровне. И сейчас выйдет новый Crew, где будет маленькая карта, которая и так использовалась два раза в тест-драйв Unlimited. Хотя там тоже есть какие-то надежды, что они все же поправят в сезоне. И поэтому я сейчас в поисках какой-то идеальной гонки. Недавно попробовал Hot Wheels Unleashed, и мне игра очень сильно зашла. И вот я надеюсь, что и LEGO 2K Drive мне тоже зайдет. Как минимум из-за того, что как в старые добрые времена LEGO Racer, я могу собрать собственную тачку. Продолжается вечная война Sony и Microsoft. Там слушание у британского антимонопольного регулятора. И Microsoft заявили следующее. 10 лет достаточно для того, чтобы Sony смогли разработать альтернативу Call of Duty. На что Sony сразу ответили, нет, это невозможно. Call of Duty, самая успешная франшиза всех времен и народов, конкурент создать этой игре невозможно. Наблюдая эту дикую истерику компании Sony, вы можете понять, какая все же главная игра была последние 8 лет на платформе PlayStation. Да, это был Call of Duty. Это не какой-нибудь Last of Us Uncharted 4. Все это эксклюзивное говно не является главной платформообразующей игрой. Потому что для Sony Call of Duty, начиная с третьего Black Ops, стало главным движителем продаж. Допустим, если мы берем американский рынок, то как бы все фанаты Call of Duty перешли с Xbox на PlayStation только по той причине, что к Sony перешли эксклюзивные права на дополнение к Call of Duty. А еще мне интересна в принципе реакция Sony Boy, в которой как бы думают, что Last of Us там что-то продал. Продал, ничего не продал, парни, давайте будем честными. Причем Sony сами глупо поступили, сами подумайте. У них была пачка неплохих мультиплеерных шутеров там. И мультиплееры Killzone 2 и 3. Это Мэг, всякие Вархоки. Неплохая подборка шутанов, которые игрались довольно интересно и прикольно. Особенно если мы говорим про Мэг. Massive Action Game. Самый большой Battlefield за всю историю клонов Battlefield. И как только они получили права на эксклюзивные дополнения к Call of Duty, так сразу они позакрывали в принципе все свои мультиплеерные шутерные проекты. И на самом деле они тупо выстрелили себе в колено таким решением. И сейчас это отыгрывается на них по полной. Потому что Microsoft все же решили вернуть себе Call of Duty. Но на сей раз уже навсегда. И самое забавное, знаете, мне нравится параллели проводить, вот такие исторические. Когда Microsoft потеряли эксклюзивный контракт на дополнение к Call of Duty, они даже ничего не сказали, никаких заявлений не делали. Истерики у них не было. Если вспомнить, копнуть немножко в историю, то очень большое количество бабок Microsoft вложили в колду, вот вперед с второго Call of Duty по четвертый. По факту они проспонсировали развитие этой франшизы. Какой-то момент становления колды. Но при этом никаких истерик у них не было. А Sony прям сейчас выпрыгивает из штанов. Потому что если они потеряют Call of Duty, то по факту им нечего будет продавать. Ну кроме, наверное, эксклюзивности там на месяц для DLC в GTA 6. Британский антимонопольный регулятор все же вынес решение. Сделка Microsoft и Activision Blizzard никак не навредит консольному рынку. Вот и все. Как бы скоро, скоро, как говорят знающие люди, Call of Duty все же станет игрой, принадлежащей Microsoft. Microsoft я поздравляю с честной победой в суде. А вот Sony, эфочки в чат. Давайте, вспоминайте, как делать мультиплеерные шутеры. Неожиданно для всех. Ну, если вы следите за всякими сливами, типа на Valve News, то вы об этом знали еще полгода, что рано или поздно это произойдет. В общем, Valve неожиданно для всех анонсировали апгрейд CSGO до Counter-Strike 2. Пацаны, 20 лет вдали продолжение 1.6, и мы его получили в 2023 году. Ладно, шутки в стороны. На самом деле, это просто перевод Counter-Strike GO на новый движок Source 2. То есть, примерно такая же ситуация у нас была с Dota 2. Из интересного, что можно выделить. Все сразу зацепились за этот шедевральный дым, который, о боже, трехмерный дым, который, во-первых, может рассеиваться от выстрелов, от взрывов гранат и так далее. Я так долго ждал, когда эта технология все же доберется до шутеров, потому что впервые я такое видел, наверное, в World in Conflict. Да-да, тот самый World in Conflict. Суперкрутая мультиплеерная RTS. Там, я помню, во времена Deritex 10 они как раз-таки пиарили, что у них трехмерный дым, который ложится на ландшафт, правильно обходит всякие реальные объекты. И показывали такие прикольные моменты, когда вертолет пролетает сквозь дым и из-за винтов там происходят всякие завихрени, дым рассеивается, заворачивается там во всякие вот эти турбулентные потоки. Очень круто было. И вот, наконец-то, в 2023 году эта технология появится в Counter-Strike. Было бы прикольно, если бы это еще в батле появилось, и в Call of Duty. Но самое интересное, что лично меня зацепило, это, конечно, вот эта новая подтиковая структура сервера. Что такое тикрейт? Это частота обновления данных между клиентом и сервером, что позволяет вам более плавно передавать информацию о ваших передвижениях, стрельбы, бросках, гранат и так далее. А Valve каким-то образом реализовали новую систему, которая позволяет CS2 мгновенно фиксировать ваши передвижения, стрельбу и броски гранат. То есть, по факту, проблем, которые, допустим, вы можете увидеть в Battlefield 3 или в Battlefield Bad Company 2 с тикрейтом 10, вы здесь не увидите. Все будет ощущаться, типа, как в сингловой игре. То есть, по факту, у нас стрельба, ходьба, броски гранат будут более отзывчивыми и более предсказуемыми в плане того, что зарегает или не зарегает. Блин, Valve огромный класс, я хочу такую систему и в Call of Duty, и в батле, и вообще в любом шутере. 22 марта Valve запустили ограниченное тестирование для избранных. Ну а само обновление CSGO до CS2 выйдет летом 2023 года. Небольшая новость про мою любимую студию Remedy. Remedy тут объявили, что Alan Wake 2 находится на стадии полного производства, и они постараются без переносов выпустить игру в 2023 году. Remedy немножко обновили статус своих некоторых проектов. Во-первых, Control 2! Наконец-то! Если честно, ребят, если вы не играли в Control, всем рекомендую пройти. Невероятно крутая игра от Remedy. Если вы фанат всех фишек, знаете, там, телевизора, вот эта странная мрачная атмосфера, Control прям нужно пройти. Также они готовят Project Condor, это будет кооперативный шутер во вселенной, Control, а также у них будет какой-то Project Vanguard. Это будет первая сервисная игра Remedy с PvE элементами. Главное, чтобы не повторилась ситуация, как с этим Crossfire X, или как он там назывался. Что-то более играбельное, что ли, потому что пока что у Remedy с мультиплеерными проектами вообще ничего не получается. В общем, я жду Alan Wake. Это самая ожидаемая игра, наверное, этого года для меня. Кто-то в файлах Origin или же EA App нашел информацию про апгрейд второго года поддержки 2042. И что это может быть? Самый реалистичный вариант, что это повторение ситуации с Battlefield 5. После выхода шестого сезона они выпустили как раз-таки апгрейд, типа, второго года. Это был небольшой пак, который просто новым игрокам давал доступ к тем стволам, которые выходили в рамках батл-пассов предыдущих сезонов. То есть там выдавали всю технику и все оружие. И здесь примерно такая же ситуация может повториться. То есть новый игрок покупает стандартное издание 2042, покупает этот апгрейд второго года и получает в свое распоряжение все пушки, все гаджеты и всех специалистов в первых четырех сезонах. И судя по цене в 2 евро, оно так и будет. Если бы это был просто сезон пасс второго года, то он бы стоил долларов 40, наверное. То есть по 10 баксов за каждый сезон. Поэтому, надеюсь, в второй год поддержки у меня особых нет. То есть мы получим пятый сезон, а там посмотрим. Хотелось бы, чтобы они ввели бы хоть какие-то новые сезоны для 2042. Объясню почему. Нас закрывает Bad Company 2, если что. И эта новость отвратительная. Замены Bad Company 2 у нас нет. Максимум две карты портали, парочка стволов и просто редизайн класса. И хотелось бы тогда уж, раз вы закрываете Bad Company 2, завезите нам полноценный ремастер в рамках Battlefield Portal. Добавьте все карты, все оружие, всю технику и все гаджеты со специализациями. Но не только Battlefield богат своими датамайнами. В общем, в файлах перезагрузки второго сезона Call of Duty Modern Warfare 22 года нашли новых специалистов. И это будет самая горячая мелфа за всю историю Infinity War. Раньше, как бы, женские персонажи и лешников были не очень, а вот Валерия из MV2 прям. Конечно, не лучший парк, но тоже неплохо. Милфхантеры расчехляем. Помимо нахождения новых специалистов, интересная информация появилась о будущих обновлениях DMZ. Опять же, в рамках датамайнов. В общем, Infinity Ward хотят завести фракционную репутацию. То есть, вы выполняете задания разных фракций в рамках сезона и получаете некую репутацию. Вы можете поссориться с фракцией, можете, наоборот, подружиться. И при этом, допустим, солдаты, которые будут принадлежать той или иной фракции, будут к вам дружелюбными или, наоборот, будут вас воспринимать как врага. То есть, получается, в следующих сезонах MV22 года у нас с DMZ не только появится репутация, но и появятся как раз-таки бойцы тех или иных фракций на самих картах. И это очень интересно. Будем ждать официальных анонсов. Battlefield на следующей неделе получит новый патч. В рамках которого возвращается легенда всех эмбовых стволов Battlefield. А ЕГ-971 добавят в основной мультиплеер 2042. Также добавят РПК-74М и пистолет Грач. Помимо этого, завезут новый ивент. Надеюсь, он будет на три головы лучше двух предыдущих ивентов, которые... Один был просто унылое говно, а второй унылое говно, которое проходится за один вечер. Ну и у нас будут некие перестановки в балансе, связанных с гаджетами. Допустим, улучшат дрона Каспера и улучшат джеммер вот этой новой специалистки из четвертого сезона. Ну и самое главное, они понерфят броню. Наконец-то! Они догадались. Понимаете, в чем прикол? Вот вроде бы ты вставляешь маленькую плиточку, плитник, да? Так вот, он распространялся на все тело. И броня теперь будет защищать только от попаданий в грудь. Все. До этого вы могли бронированному чуваку стрелять в руки, в ноги, в голову, а у него все равно это будет считаться как бронепластинка. Спустя целый год после релиза они попытались это исправить. Молодцы. Горжусь вами. Так держать. Ну а думаю, на этом все. Большое спасибо, что смотрели. Увидимся с вами в ближайшее время. Всем удачи. Всем пока.